С 18 апреля Банк России возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля 2022 года. Регулятор объяснил смягчение ограничений тем, что россияне начали менять валюту обратно на рубли, а у банков появляется валютная наличность. Произошло слишком сильное укрепление курса рубля. Это неправильное, нездоровое укрепление, которое было как раз вызвано наличием безбыточных ограничений на приобретение иностранной валюты и пересылку валюты через границу. Для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке, Центральный банк отменил ряд ограничений, что привело к стабилизации валютного курса на уровне около 80 рублей за доллар. Ранее Центральный банк запрещал банкам продавать банкноты, чтобы избежать серьезных проблем с выдачей наличных. Сейчас же у банков есть дополнительная валюта, которую можно продавать гражданам. Были разрешены переводы за границу для частных лиц с ограничениями, но все-таки разрешены. Центральный банк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Это повлияло на спрос на иностранную валюту. Также с 11 апреля Центробанк отменил комиссию за покупку валюты через брокеров и требования к банкам ограничить разницу между курсами покупки и продажи валют.